Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование второго послания апостола Павла Коринфянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 13 главу. В третий раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы, находясь у вас во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Мы видим, что апостол Павел по-всякому, что называется, если хотите по пословице, и кнутом, и пряником, по-всякому призывает главное исправить бы путь их жизни и чтобы они пришли к покаянию и этим самым обрели вечность. Ведь речь идет не просто о каких-то нравственных или безнравственных поступках. Речь не идет просто о этике. Речь идет о спасении души. И поэтому здесь, не знаю, все инструменты, по-моему, будут хороши. И в этом смысле, когда у человека происходит какое-то заболевание, аппендицит или грыжа, и она приходит в состояние того, что срочно операционный стол, навряд ли он будет здесь призывать к этическим нормам, не надо меня резать, я вот как-нибудь другими путями дайте мне таблетку. Наверное, такое желание человека будет для самого человека погибельным. Точно так же и здесь апостол Павел говорит, что не пощажу. Здесь не может быть никакой пощады. Он не угрожает, но проявляет строгость. По этому поводу пишет святитель Анзлатоуст. Цитата. «Итак он говорит это, не исследуя причину, но скорее выражая свое негодование и скорее порицая тех, которые его презирали. Я не хочу, — говорит он, — подвергнут вас такому испытанию. Если же вы сами подадите повод и принудите меня, то на самом деле узнаете». «Итак, пусть никто не считает терпение немощью. Что ты в самом деле удивляешься, если Христос не произносит теперь же суда над грешниками и не подвергает их наказанию, но медлит и долго терпит? Если он, Христос, благоволил быть распятым на кресте и терпя такое не наказывал?» Конец цитаты. То есть мы видим, что здесь Литлян Златоуст приводит пример самого Спасителя. Он говорит словами апостола Петра, что «Бог не медлит в своем пришествии, но долго терпит, дабы призвать человека к покаянию». Снова повторю, что покаяние — это не вопрос просто нравственности, быть симпатичным человеком веки 7. не делать какие-то безнравственные поступки, нет. Покаяние — это перемена мировоззрения, понимание того, что эта жизнь нам дается для того, чтобы войти в вечную жизнь. То есть главный смысл этой жизни — вход в вечную жизнь. Если этого не происходит, то никакое божественное откровение не может быть принято человеком. Без покаяния, то есть без перемены мировоззрения, без перемены этого понимания, без перемены образа жизни, стараться менять свой образ жизни по заповеди Божьей, невозможно воспринять саму заповедь Божья, а тем более уже говорить о том, что невозможно никогда понять глубины божественного откровения для дальнейшей перемены, опять же, и вручевания внутреннего состояния человека. Не для любознательности, не для стяжания просто какой-то мудрости или сверхмудрости, чтобы, покручивая виска, выдавать какие-то силологизмы великих изречений. Не для этого, а для исцеления. Мудрость божественная дается для исцеления человека. Поэтому всякий, вникающий в эту мудрость, он как бы прибегает к более лучшему и сильному лекарству. Ну, смотрите, как мы, например. Вот есть период, наступает весна, скажем. Все начинают чихать, кашлять, то есть такое обострение. И все начинают подбирать себе какие-либо там препараты. Один говорит, мне это помогает, другой не помогает. Но каждый ищет такой, который, когда-то купирует его вот это состояние, то есть излечит его от этого нежелательного недуга, который мешает работать и прочее, прочее. То есть, также и в духовной жизни необходимо искать эту глубину мудрости, опять же, с одной лишь целью. Врачевание своей души, врачевание ума, врачевание своих чувств и исцеление своей воли. Поэтому так и пишет здесь Витилян Златоустов. «Ибо хотя он, продолжает апостол Павел, и распят в немощи, но жив силою Божию, и мы также, хотя немощны в нем, то есть во Христе, но будем живы с ним, силою Божию в вас». Видите, он указывает на немощь Христа. Он говорит, смотрите, все же думали, они же так и улюлюкали ему, Христу, сойди и покажи свою силу, не изведи гром. А он говорил, я могу тысячи ангелов, помните, когда его пришли, брать в Гавсиманский сад. Он говорит, Петру, ты нож свой положи в то место, где он должен лежать, в ножны, а я могу и все воинство небесное призвать, и никаких сложностей для Бога нет, что-то перевернуть, но нет, он этого не делает. Почему? Потому что он приходит не совершать какую-то революцию или реформацию, а он приходит для того, чтобы спасти человека. Вот в этом смысл жизни каждого христианина в подражании Христу. Не чтобы творить в церкви какие-то реформации или какие-то революции, а если хотите, осваивать божественное откровение своей жизнью. Вот главный смысл. Для того, чтобы спасись, как говорил преподобный Серафим Саровский, спасайся сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Это не значит, что я спасаюсь, а всех остальных расталкиваю там. Или, да, сбрасываю, когда тонет корабль, там, отдашь люпкой, я там всех выгоняю. Нет. Спасайся сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Это значит, когда люди увидят твой образ жизни спасения, они не смогут, чтобы не подражать тебе. Потому что, если хотите, в хорошем смысле этого слова, благодать Божия, которая распространяется вокруг человека, она заразительна, в хорошем смысле этого слова. То есть, человек, он склонен к подражанию. И люди, люди, они чувствуют, где фальш, где ложь. Почему за одним идут, за другим нет, одного слушают, другого нет. Третий вроде проповедует, и все слова говорит правильные, а слушать неохота. Почему? А чувствуется, что как-то не совсем то. Ну, здесь может быть по-разному. И Христа слушали некоторые, и думали, что не совсем то. А здесь еще зависит от настроенности человека. И, как он говорил, имеет ли уши слышать, хочет ли он вообще это вслушать. Поэтому он здесь приводит этот пример. Несмотря на то, что, казалось бы, Христос был распят, и все думали, что это проявление такой вот немощи и слабости, а в этом проявилась сила. А в чем была сила? В воскресенье. Поэтому он и о себе говорит так. Вот Амросим Диаланский свидетель пишет по этому поводу. Цитата. «Для доказательства ученикам того, о чем учил, как об истине, Павел показывает собой пример. И мы так же, хотя немощны в нем, это распространяется на личность апостолов, которые его, то есть Христа, проповедуя, изнемогают, претерпевают несправедливости, притеснения, томясь в темницах и погибают убийц. Но будем живы с ним, то есть с Богом, силою Божию в вас, проясняется то, что есть изнемогали, что если изнемогали у верующих, то не было это слабостью, но было достижением, ибо тем сильнее становятся верующие, когда изнемогают. Смерть от неверующих для верующих есть жизнь, ибо добродетелю Бога воскреснут, чтобы жить со Христом». Вот как. Поэтому пишут далее, какие слова, вообще второе послание апостола Павла Коринфянам достаточно очень емко. Да и как и другие, впрочем, послания, но здесь особенно прослеживается глубина и любовь. Действительно, без любви к Коринфянам такие такие изречения, они просто ну, невозможны были бы. Смотрите, как он пишет. «Испытываете самих себя, верили вы?» Видите? Он говорит, не я, он уже сказал о том, что я испытаю, я приду покаять. Но вы самих себя-то испытаете. Верили вы? Самих себя исследуете? Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Он говорит, как бы так, что проверьте, вы сами себя, Иисус Христос в вас, можете ли вы воскликнуть вместе со мной, как некогда апостол Павел так и воскликнул, но не я уже живу, но живет во мне Христос? И далее продолжает этот пятый стих. «Испытываете самих себя, верили вы, самих себя исследуете? Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Какие слова! «Разве только не то, кем вы должны, чем вы должны быть?» То есть, он говорит о том, что пора уже не просто называться христианином, а действительно им быть. А нас же, надеюсь, вы узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться. Видите? Не вопрос нравственности, не вопрос этики, не вопрос лицемерия, посмотрите, какой я хороший. Да. Нет, не для этого. Не для того, чтобы нам показаться, чем вы должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Говорит, даже если мы, вы считаете, что мы апостолы, он послал Итита, помним, о нем сейчас скажет, и других апостолов, и он говорит о всех проповедниках, апостолов, учителях, даже если мы не то, чем должны быть, вы будьте христианами, не просто критикуете нас, но вы сами будьте теми, кем и должны быть, если даже и в нас увидите какое-то отклонение. Не отклоняйтесь от истины, не отклоняйтесь от Христа. Такие удивительные слова, сколько в них глубины и мудрости. «Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину». Вот он это и подчеркивает. «Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны, а сём-то и молимся о вашем совершенстве». Так пишет, да, удивительные эти слова. «Мы», говорит, «немощны, а вы сильны». «Сила истины». Вот Святелям Брусим Диоланский пишет об этом. Говорит, цитата, это Павел, «поскольку нет силы против истины, чтобы порицать ведущего добродетельную жизнь, но только за истину, так что порицается тот, кто является врагом закона. Оттого и иссякает сила обвинения, когда кто из человека в добро совершает». То есть, тот, кто исправился, тот, кто живёт по заповеди Божьей, стремится в своей жизни достигнуть Христа, как говорит, не достигнули я, как он меня достиг, а как он нас достиг, уничижением, смирением, крестной смертью. Без Христа невозможно войти на небо и невозможно воскреснуть, не претерпев Христа. Мы в своей жизни, по-моему, на мой взгляд, вот я как преподаватель сектоведения, немного в последнее время, так скажем, мягко скажу, заразились с теологией благополучия. Вот это у нас есть. Нам вот благополучие, у нас всё должно быть хорошо, если я верю в Бога, всё должно. Это на самом деле сектантская теология благополучия. И проповедуют харизматы, неопендесятники. Известно своими высказываниями, например, Алексей Ледяев, «Мы должны стричь своих овец, не щадя» и прочие-прочие вещи. Мы перенём этот мир, я уже приводил этот цитат, а апостол Павел говорит, «Мы не ищем, ищем не вашего, а вас». Как эти слова согласуются с его? И много других вопросов. Поэтому так, будем внимательно слышать, ну, кто, чтобы не отпасть, действительно. «Для того я и пишу», говорит в 10 стихе, «сие, и в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости во власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению». Видите? Зачем даётся власть? Епископская власть, апостольская власть, священническая, если хотите, должность церковная и прочее. «Для созидания, а не для разрушения». И он говорит, что говорю это сейчас, как бы предваряю письмом, чтобы когда приду, вы уже исправились, и мне уже не употреблять никакой строгости. Заняться более полезным делом, наставлением, размышлением над Откровением Божиим. Впрочем, братья пишут, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны. Очень важные слова, когда иногда говорят о том, между вами должны быть разномыслия. Это не значит, что апостол Павел это рекомендует. Он говорит, что это возможно, и они будут, потому что войдут к вам хищные волки, не щадя шесть стада. Но здесь он призывает быть единомысленными. И мы с вами, прежде чем подойти к причастию, сначала символ веры, потом отчинаж, в символ вере поем вместе. Но перед этим слышим возглас священника. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповедуем. Вот в вопросах исповедания веры не может быть никаких разномыслей. Иначе это будет разногласие, иначе это будет раскол. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лапзанием святым. Приветствуют вас и святые, благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Так завершает свое послание апостол Павел, и будет это со всеми нами. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...